Начнем с Ближнего Востока. На этой неделе была атака, гаджеты взрывались, рвались в Бейруте, вышел Насрала, сказал, что объявил Израиль войну в Хизбалле. Хизбалла, также очень интересная, там некоторые ближневосточные СМИ пишут о том, что было ряд казней применено, это прям такой момент, для тех людей, которые контракты заключали на пейджеры и другую технику, электронику из Европы. Там оказывается, что на 20% выгоднее было, ну вот как-то так, то есть не без отката, как говорится. Но суть вопроса заключается в том, что, похоже, начинается новая ливанско-израильская война, она рискует перерасти в нечто большее, уже были бомбежки юга Ливана, севера Израиля, в общем, начался замес. Я так понимаю, что многие сошлись в мнении, кстати, мне это тоже очень интересная аллегория, что для Нетаньяху вот эта операция и поход в Ливан, это как для Зеленского Курская область. Что скажете по поводу этой гонки Зеленского и Нетаньяху перед выборами в США проявить себя? Как относитесь к новой войне? Первое. Ты сказал, ну фразу такую произнес, подходя к этой теме, начнем с Ближнего Востока. Самое главное, Саш, чтобы мир не закончил на Ближнем Востоке. Начать-то там можно. Причем на Ближнем Востоке начать намного легче, чем закончить. Вот в чем беда и трагедия. Столько там переплетено всего. Причем больше в мире нет такого региона, где войны, если они начинаются, основываются не на чем-то одном. Там нужна территория, нужны недра, деньги, экономика, еще какие-то интересы. Там столько всего замешано. Этнос, религия, история, естественно, деньги, недра, политические, стратегические интересы, коридоры, логистика, значит, море, ну караул просто, да, мусульманский мир, иудейский мир. Поэтому там начать легче, чем закончить. Это первое. Второе. Третья война Израиль-Хазбала, и ты сказал, она будет жестче, по всей вероятности, чем были предыдущие две. Краткий экскурс в историю. Действительно, 1982 год, Первая война. Ну, тогда Ливан был слабее намного, там разночтения много было еще. Тут тебе мусульмане, тут тебе православные. В общем, Израиль легко с этим справился. Дальше 2006 год, другая уже ситуация. Ну, а сегодня абсолютно все иное. И Ливан другое, и ситуация вокруг Израиля другая. И партнерство у Ливана иное. И главный союзник Израиля ослаб трошки по сравнению с 2006 годом. Потому что я себе не представляю, чтобы 15 лет назад вышел бы Кирби, когда нападают на Израиль. И говорят, а мы как бы и не знали про эти пейджеры, ай-яй-яй, мы, говорит, не в курсе, израильтяне с нами не поделились. Вам не кажется, друзья, к зрителям обращаешь, странное поведение, некогда гегемона. Значит, Украина про Курскую область не поделилась. Ну, про Северный поток знать не знаем, ведать не ведаем, откуда нам мы маленькие, откуда же мы можем знать про такие дела. Про пейджеры, значит, мы тоже, говорит, не знаем. Это главный союзник Израиля. Если вы спросите, а почему себя ведет так США, ответ очень простой. Потому что они щеки надувают и хотят продолжить свою гегемонию, но поскольку они люди разумные и понимают, что они не могут. Ну, то есть они не могут сегодня вести войска на Ближний Восток. Ну, не может Америка включиться в войну, хотя это цель не Таньяха, сейчас об этом скажу. Они не очень понимают, что с этим делать, потому что, когда выходит наследний принц на, значит, саудитах и говорит, все, точка. Ну, ни о каком договоре с Израилем речи быть не может, до признания Палестины там и все дела. А это значит, что полгода проживания на Ближнем Востоке товарища Блинкина за счет американских налогоплательщиков в трубу улетел. Все, провал его миссии. Потому что это была главная задача администрации Байдена, все-таки посадить за стол переговоров саудитов и израильтян. И дать этим договорам, дать месседж по всему Ближнему Востоку, всему арабско-исламскому миру. Ну, потому что саудиты одни из лидеров, так сказать, этого полный провал политики, внешней политики Америки на Ближнем Востоке. Значит, и они это ощущают и понимают. А тут тебе два месяца до ухода Байдена, а тут тебе Харрис надо толкать. И непонятно, там война, в Европе война, европейцы стонут, Зеленский, Украина и так далее. Значит, поэтому, Саш, конечно, Третья война, если она сейчас начнется, но она точно будет гораздо жестче, с большими последствиями, чем 2006 год. И намного больше будет гибели мирного населения и так далее. Значит, про эту спецоперацию. Ну, вот телеканал ABC News со ссылкой на американскую разведку. Американская разведка, в отличие от просто политиков типа Кирби, они все прекрасно знают, понимают, ну, потому что, ну, это разведсообщества друг с другом работают. Даже когда политики некоторых стран враждуют, то разведсообщества работают. Это я к чему, что можете не сомневаться, что по определенным направлениям есть очень тесное взаимодействие, там, ЦРУ и ФСБ, МИ-6, МИ-МОСАДА, ну, и так далее. Может быть, МИ-6 и ФСБ не сотрудничают, но через ЦРУ точно. Так вот, NBC News пишет, что, значит, взрывчатка была установлена на стадии производства пейджеров. И что, как говорят разведчики, подобная операция, да, то есть по перехвату по всей этой цепочке поставок, да, откуда придет, когда, в какую партию заводится, сложнейшая история. Что такие операции длятся, там, чуть ли не более 10 до 15 лет. То есть, представляете, когда это все, по крайней мере, замысливалось, задумывалось и так далее. Кстати, ситуация еще и другая, потому что в мире к Израилю появилось иное отношение. То есть, раньше все, что происходило на Ближнем Востоке, весь мир был за Израиль. Сегодня в информационной повестке дня очень много антиизраильских настроений. Вот, теперь про Нетаньяху. Значит, ты, как бы, вот, как-то в параллелил это все. Нетаньяху и Зеленский, последний шанс. Давай я все-таки это разведу, закончим с Ближним Востоком, потом перейдем к нам. По Нетаньяху ты абсолютно прав. Значит, как я это вижу и понимаю, задача Нетаньяху, ну, такая, авантюрная, непростая. Пан или пропал. То есть, он поставил все на свою карту политическую. Его задача спровоцировать на большую войну, вот, внимание, спровоцировать на большую войну две стороны глобальных. Это мусульман, партнеров и союзников Ливана. Ну, а если этих спровоцировать на нападение на Израиль, то, соответственно, вынуждены будут что-то делать Америка. То есть, задача Нетаньяху спровоцировать Америку на большую войну. Если вы спросите, а нафига ему надо, ответ, чтобы привести Дональда Трампа к власти. Нетаньяху как манну небесную ждет Дональда Трампа. И, кстати, он знает, что, например, Иран, Ливан и другие как раз не заинтересованы в войне. Они как бы больше сотрудничают с ДЭМами. Потому что им нужна победа Харрис для того, чтобы возобновить Ирану, например. Возобновить американско-иранский диалог, давно забытый, про ядерную программу, снятие санкций и так далее. Ведь это же Израиль, как бы, да, вот эту историю провел, пейджеры. Все остальное было там, ракета туда, ракета сюда. Ну, такое дело, да. Можно было все это сдерживать. Но после такой истории сдерживать сложно. И поэтому Нетаньяху своими действиями сегодня администрацию Байдена, говорим Байдена, подразумеваем Клинтона, Обама, Харрис, поставил просто на геополитическую растяжку, на шпагат. Там вообще не понимают, что делать. Потому что, с одной стороны, Израиль главный союзник. Не может Америка кинуть и бросить Израиль. С другой стороны, начать там войну. Значит, играть на руку Трамп. Трамп на чем строит свою компанию? Что Байден за 4 года ведет мир своей бездарной политикой к третьей мировой. И приводит какие примеры? Ближний Восток и Украина. И в администрации Байдена это понимают. И пока у них нет решения. А война пока на пороге. Бенефициар этой истории. Бенефициар этой истории сидит в Кремле. Вот как это не парадоксально. Причем, как это сказать, искусственно или вот так оно, как слово есть, естественно или искусственно, неправильные слова. Но я хочу мысль донести, что при участии Москвы там или без нее, или так сложилась ситуация, но они бенефициары. Почему? Без участия еще какой-то страны, имеющей интересы на Ближнем Востоке и влияние на Ближнем Востоке, по крайней мере в арабском мире, американцам не удастся там все это потушить. Поэтому они вынуждены будут искать партнерство в этом. С кем им там постараться потушить, не допустить. Давайте посмотрим, кто может быть партнером. Китай. Не будут друг с другом говорить, потому что китайцы выставят неприемлемые условия по Тайваню. Ну, например, я фантазирую сейчас слух, да, Саудовская Аравия, так сказать, Катар, Арабские Эмираты, полный провал. Ну, все, что Блинкен мог сделать за полгода, он сделал, ни к чему не привели. Вы же помните, в недавних наших программах с Александром мы же говорили, что вот-вот-вот, на МАЗИ уже были переговоры, американцы даже уже хвастались, по-моему, или Салливан, или кто, говорили, что в Каире переговоры, Катар, Египет, Америка, почти вот все, Израиль, сектор газа, почти нашли решение проблем, а тут такой провал. Кто остается, с кем можно говорить, у кого еще есть там и интересы, и влияние, в КамАЗе, в Хезболле и так далее, русские. У них там есть влияние, кстати, в Иране в том числе, до Курского нашего прорыва, об этом все писали, ничего тут такого страшно секретного нет, а Вашингтон и Москва вместе укатали Иран не начинать войну. И Шойгу туда летал, это несмотря на сотрудничество России и Ирана, там ракеты не ракеты, и тем не менее, войну удалось потушить. Так вот сейчас я абсолютно в этом убежден, возобновится закулисный переговорный процесс между определенными спецслужбами США и России, чтобы там не допустить эту войну. Это мой такой анализ. Чем закончится, Саш, не знаю. Чем закончится, не знаю. Знаю только одно, что Ближний Восток, в отличие от Европы, гораздо быстрее может, не дай Бог, прийти к применению ядерного оружия. По многим причинам, о которых я уже сказал. Ну, первое, один маленький Израиль, ему противостоит 200-миллионный арабский мир. Что в Израиле есть ядерное оружие, де-факто или де-юре, неважно, но оно есть. Да, что в Пакистане есть. В Иране, может быть, нету ядерного оружия, но есть там баллистика, ракеты, самолеты. Ну, дофига там чего есть на Ближнем Востоке. А учитывая маленькие размеры Израиля, и учитывая, что если, не дай Бог, вот Израиль спровоцирует весь мусульманский мир, или, по крайней мере, часть радикально настроенного мира, да, то есть эти группировки Хезбалла, Хама, если они все объединятся и пойдут на Израиль, то Израилу ничего не останется делать. Ну, для того, чтобы их не смыло в море, они должны будут как-то защищаться, чем-то ударить. Чем? Ядерным оружием. Поэтому там настолько все взрывоопасно, а почему Европа в слезах сейчас из-за Ближнего Востока больше, чем из-за Украины, тоже объясню. Украинские беженцы уже давно в Европе, и Европа уже давно привыкла к нашим беженцам. Во-первых, украинцы трудолюбивые, во-вторых, с бизнесовой смекалкой приносят пользу экономикам тех стран, где они сейчас живут, там Польша, Чехия, не важно, да, Германия, Франция, да, и к нам уже привыкли, хотя тоже уже мы там вот многим, да. Европа плачет от того, что с каждым днем вот этой напряженности на Ближнем Востоке очередь беженцев вот с того Ближнего Востока уже стоит стучиться в двери Европы, матушка Европа не выдержит второго пришествия или второго нашествия, значит, миграционного беженца с Ближнего Востока. Тем более, что, ну, мы с вами картинки видим на экранах, как себя иногда ведут выходцы, ну, вот с того региона, ничего не хочу сказать, но тем не менее. То есть есть разница, да, между сирийскими беженцами в Германии, допустим, и украинскими, да, гражданами, которые там переехали в Германию. Ну, огромная разница. Европа стоит, Европа в ужасе, потому что экономика Европы может рухнуть просто. Казалось бы, где Ближний Восток, где Берлин, а тем не менее. Поэтому вот так, Саш, сегодня, сегодня можно сказать, что мир подошел к развилке. И на пути к этой развилке есть четыре геополитических события, после которого мир решит, куда ему, влево, да не доставайся ж ты никому, или вправо, хрен с ним, с эмоциями, там, правилами, ценностями и моралью, надо говорить со всеми, с учетом интересов всех региональных игроков и вести к миру. Четыре события следующие. На следующей неделе Генассамблея ООН, где Джо Байден постарается станцевать прощальную гастроль артиста и выдать какой-то гембельский аккорд. Так, выдаст, не выдаст, не знаю, ничего сверхъестественного он уже принять не может. Так, подтолкнуть бритов, типа, дайте украинцам там 112 ракет, пусть ударят по Воронежу, я условно, да. Я не вижу других глобальных каких-то вещей, которые Джо Байден может, вот знаешь, вот принял решение и вот вошел в историю, да. Не вижу. Так что, даже, подождите, даже в НАТО Украину не позовет, как писали Лямонт, Зеленский надеется. Никуда нас не позовет. Говорит, приглашаю Владимира Александровича Украину в НАТО. Может такое быть на Генассамблее? Нет, не может, не может. Ни в какое НАТО нас никто не пригласит. Ну, отдельно, если хочешь, мы потом разберем визит Владимира Зеленского. Я пока стратегически. То есть, Генассамблея ООН в эти же практически даты, может быть, там чуть-чуть сдвижка есть, точно не помню. Огромный саммит будущего, который планировался там задолго, года 3-4 его готовили под личным патронатом главы ООН Гутерриша. Расстрою нас там ни слова об Украине, там о глобальном. Там о негативном влиянии санкций на мировую экономику. Такая шпилька полетела в Нью-Йорк. Там об управлении мировыми финансами, мировыми экономическими кризисами, об экологии. Там о глобальном. Значит, это второе событие. Далее, середина октября. Казань. Саммит БРИКС. Весь мир затаил дыхание от трех вопросов. Первое. Турция. Так и да, или так и еще нет. И поторгуемся. Значит, кто еще в БРИКС из арабского мира? И третье. Все ожидают, что там принято будет. Я, например, даю свой прогноз. Многократно об этом говорю. БРИКС не пройдет. Просто вот с некими декларациями поговорили о дружбе. Там постараются, несмотря на внутреннее противоречие, которое, конечно, есть. И между Индией и Китаем, и между Россией и Китаем. Есть там противоречия, есть разногласия. Это не родственники. Но это геополитические противники Запада и Вашингтона. И поэтому там постараются принять какую-то историю. И четвертое событие – это начало ноября. Выборы Соединенных Штатов Америки. Вот по окончании этого мировая финансо-политическая элита, например, такие фонды, как BlackRock с триллионами долларов по всему миру, включая Украину, все вложено, все должно работать и так далее. Ватикан, Ротшильды, Морганы, другие игроки мировой элиты должны будут просто для себя принять решение. Или все летит в тартарары, и мир окажется на грани, вернее, не на грани, а мир перешагнет эту грань с начала Третьей мировой войны. Или надо все это останавливать. Потому что я все-таки считаю, что миром правят не депутаты, канцлеры, сенаторы, министры и даже президенты, а миром правят те, кто их делает. И вот ради собственного самосохранения собственных финансов, я надеюсь, что мир пойдет вправо, а не влево, и тогда в декабре остановятся две войны на Ближнем Востоке и в Украине. Что-то остановится де юре с подписанием каких-то глобальных документов, что-то остановится как горячая фаза войны де-факто, без подписания, но как бы да, чтобы дать передышку. Потому что я точно знаю, что сейчас столкнулись в мире, больше даже на Западе, столкнулись две фундаментальные группировки бизнеса глобального. Так называемые белые воротнички и производственники, включая ВПК. Одним нужно продолжение неких военных действий и различных региональных конфликтов, вторым категорически это не нужно. Вот кто найдет этот баланс, как он будет найден, этот баланс, какие последние решения примет Байден, ну и кто станет президентом США.